Открытый диалог. Диалог. С Александром Непомнящим. Итак, уважаемые дамы и господа, в эфире Открытый диалог. У нас на линии Александра Непомнящи. Александр, добрый день, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте, Анатолий. Ну что ж, как говорится, сам Бог велел обсудить то, что произошло у нас в Вашингтоне пару дней назад. Пожалуйста, как вы на это смотрите, что вы по этому поводу думаете, очень интересно, прошу вас. Да, увы, к сожалению, реальности Израиля и Америки сейчас так тесно связаны, что, в общем, то, что происходит у вас, влияет на нашу жизнь буквально сразу же и очень серьезно. И, конечно же, говоря об израильских делах, нельзя не начать с того, что происходило в последние дни в Вашингтоне. И да, многие из нас были в шоке, увидев кадры штурма Капитолия. И во многих новостных сообщениях, в том числе и сообщениях вполне про-республиканских, мы видели такое упоминание «Сторонники Трампа, штурмующие Капитолию». И здесь я хочу сразу обратить внимание наших слушателей, что, в общем, ситуация совсем не такая однозначная. И вот, например, буквально вчера я видел в Ньюс Макс, дали цифры из 52 задержанных, попавших в Капитолий людей, 35 уже были опознаны как боевики Антифы. И сегодня в социальных сетях продолжает поступать информация, то есть насчет того, были ли это действительно сторонники Трампа, или это были боевые ударные группы Антифы и Биэлем, это еще большой вопрос. Но, на мой взгляд, самое возмутительное, конечно, то, что когда летом погромщики Биэлем и Антифы жили американские города, то демократы, в общем, как бы совсем не реагировали, или так очень гяло реагировали, или даже вообще поддерживаем, об этом еще поговорим сегодня чуть позже. А сейчас, когда произошло то, что произошло в Капитолии, и Трамп немедленно призвал уйти из Капитолии, и даже как бы сформировал ролик, который поставил с призывом уйти из Капитолии, в социальных сетях его заблокировали в тот момент, когда он призывал к спокойствию. То есть вот это вот лицемелье и двойные стандарты, которые буквально, что называется, сносят мозг, сносят крышу. Но, в любом случае, конечно, если говорить серьезно, Америку ожидает сейчас лучший из вариантов, который мы обсуждали на всех наших предыдущих встречах, не марксисты и антисемиты. И, собственно, то, во что превратилась демократическая партия, они взяли под свой контроль и президентскую администрацию, и Конгресс, и Сенат. И, честно говоря, конечно, это вызывает ужас, потому что, каким бы ни казался фантастичным, скажем, венесуевский сценарий, он уже не кажется сейчас таким фантастическим. Я боюсь, что время порядка и спокойствие уходит от нас надолго. И речь идет не только о США, но и о всем западном мире, который, в общем, последние полвека, может быть, даже немножко больше, худо-бедно, но жил в спокойствии. И, в общем, если бы я был американцем сейчас, то я бы озаботился вопросом о том, как обзавестись оружием, если у меня его еще нет, и запасом соответствующих патронов. Но, прежде чем говорить о вещах грустных и тяжелых, я хочу именно сейчас сказать от имени, как израильтянин, и от имени очень многих израильтян, думаю, подавляющего большинства израильтян, огромное спасибо президенту Трампу. И я думаю, что я буду возвращаться к этому раз за разом и говорить это снова и снова, поскольку быть благодарным, это очень важная сторона, в еврейской традиции вообще неблагодарность считается одним из самых ужасных поступков человека. И в данном случае я считаю, что никогда не поздно повторить и снова сказать спасибо президенту Трампу, поскольку это был необычный президент, необычайный. Его поступки в отношении, по крайней мере, нашей страны были уникальными. Я просто коротко перечислю все, что сделал Трамп для Израиля. Это признание Иерусалима столицей нашего государства и перенос туда посольства. Это признание нашего права на голландские высоты. Это признание нашего права на иудею и самарию. Это отмена лживой формулировки, которая называла эти земли оккупированными. Это беспрецедентное усиление давления на Иран, главного возмутителя спокойствия в нашем регионе. Это ликвидация главного организатора иранского террора Касама Сулейман. Это прекращение финансов, финансирование огромного количества антиизраильских организаций. Это закрытие посольства, в кавычках, бандитской организации освобождение Палестины в Вашингтоне. И, конечно же, может быть, самое главное, это та помощь, которую оказал Трамп и его команда в заключении мирных соглашений между Израилем и арабскими странами. Я очень надеюсь, что до 20 января мы еще узнаем о каких-то новых соглашениях, укреплениях этого союза. Я повторю снова и снова, речь идет не только и не столько о нормализации, о создании военного союза Израиля и ряда арабских государств для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, для сохранения мира и стабильности в нашем регионе. И за это мы все должны сказать огромное спасибо президенту Трампу. Теперь, конечно, нам будет очень непросто здесь в Израиле тоже, потому что новая администрация не скрывает, что она собирается поддерживать Иран. Это будет и через отказ от санкций, то есть вливание финансирования в террор, которые Иран будет продвигать по всему миру, в том числе в нашем регионе. Это, конечно, и поддержка ромальской банды Аббаса, тоже через деньги, через влияние, через возвращение, как бы привлечения мирового общественного внимания к Аббасу и организации в Союзе Палестины. И, конечно, моя единственная надежда сейчас на то, что хотя бы Натаньяус сумеет остаться премьером в Израиле и минимизировать ущерб от давления, которое будет оказывать на нас новая администрация американская, и она будет хуже, чем при Обаме, потому что тогда все-таки в демократической партии было меньше откровенных антисемитов, людей, которые не стесняются и не скрывают свои ненависти к Израилю, и к тем американским евреям, к слову, которые не скрывают свои поддержки и своей любви к Израилю. И, может быть, конечно, Трамп еще успеет помочь нам в плане решения иранской проблемы. Хотя, надежды, это, честно скажу, мало, но все-таки осталась одна большая проблема, точнее две. Как бы разобраться с Ираном и еще больше укрепить Союз Израиля с окружающими его арабскими государствами. Кто знает, все-таки до 20 января может быть что-то еще хорошее произойти. Ну, а теперь чуть более подробно вообще о всей этой ситуации. Конечно, было очень тяжело наблюдать за сценами штурма Капитолия. В среду, во время заседания и сессии Конгресса, собранной для обсуждения и утверждения решений коллегии выборщиков, внезапно избранникам американского народа угрожали не исламские террористы, не Китай или не Россия, а вот те самые американцы, которых эти законодатели представляют. За день до этого Джорджия избрала двух сенаторов-демократов. Это значит, что начиная с 20 января, как я уже сказал, демократы будут контролировать все три выборных правительственных органа в Вашингтоне. Таким образом, по крайней мере, до выборов Конгресс 2002 года, 2022 года, демократы получат возможность сделать все, что им заблагорассудится, и остановить их республиканцы не смог. События, произошедшие в ту роковую среду на Капитолийском холме, они уже сейчас доминируют в новостных программах и будут, видимо, доминировать по меньшей мере до инаугурации Байдена. И, учитывая характер, одиозные амбицины и ангажированные американских СМИ, можно даже не сомневаться, что освещение этих событий будет игнорировать два очень важных момента, без упоминания которых трудно, а то и вовсе невозможно понять не только то, что произошло в среду, но и вообще суть американской политики и культуры в целом. Во-первых, нынешний штурм Капитолия не был уникальным историческим событием. Скорее, напротив, это было прямое продолжение того самого политического насилия, которое левые группировки во главе с Би-Элем и Антифой Би-Элем — это Леклифс Матре, я думаю, вы все понимаете, развязали в городах Америки еще в мае прошлого года. Головорезы из Би-Элем и Антифы они тогда жгли и грабили малые предприятия, уничтожая сбережения и средства к существованию десятков тысяч американцев. Эти вооруженные бандиты захватили и разрушили полицейский участок Миннеаполиса, осадили здание федерального суда в Порфинде и разграбили там дом мэра. И вопреки назидательным увещеваниям телевизионных экспертов, я этих экспертов предлагаю брать в кавычки всегда, конечно, в последний раз Капитолий был осажден вовсе не во время войны 1812 года, когда британцы сожгли Капитолий и Белый дом. Нет-нет, это случилось всего два года назад, когда толпа, куда больше, к слову нынешних, захватила сенатское офисное здание Харты во время слушаний по утверждению и назначению судей Брата Кавана. Они тогда стремились запугать законодателей, заставить их проголосовать против его кандидатуры. И в то время, когда головорезы Биелема и Антиха жгли и громили по всей стране, даже тогда, даже тогда, когда вот уже среди полицейских и гражданских лиц уже были убиты и ранены, политики-демократы на местном и на государственном и на национальном уровнях, они ведь поддерживали погромче. И тогда же, отстраняясь от насилия, правда, поддержал их и Байден. Ну, а будущая вице-президентка Мала Харрис в телеинтервью в конце августа и вовсе выступила, вдохновляя и подстрекая. Она тогда сказала, я процитирую, в интервью Стивену Коуперту, по громче, как она говорила, она сказала так, берегитесь все, они не собираются останавливаться до дня выборов в ноябре, они не собираются останавливаться после дня выборов, они не собираются сдаваться, да и не должны. И средства массовой информации, включая гигантов социальных сетей, все эти Фейсбуки, Твиттеры, Ютубы, они ведь тоже поддерживали погромче. И хэштеги головорезов оставались в тренде, а насилие замалчивалось даже тогда, когда были уже жертвы, убиты и ранены. И спровоцированный семьями хаос, он ведь тогда нанес без того пострадавшего от коронавируса экономики США ущерб на 2 миллиарда долларов. Этот ущерб обрушился в первую голову на владельцев малого бизнеса. И этот очень важный первый момент, который мы должны снова и снова повторять. Шторм Капитолия не был из ряда вон выходящих событий. Наоборот, он был скорее продолжением того, что началось летом, то, что мы видели летом с гораздо более страшным размахом. И всё, что происходило, все эти погромы и сжигание американских городов, которые проводили левые группировки Биэлем и Антифа, всё это проходило с негласного или даже открытого поддержкой и демократов, и средств массовой информации, и всех этих технологических гигантов социальных сетей. А во-вторых, второй момент, СМИ, которые сейчас активно криминализуют уходящего президента, пытаются навешать на него всех собак и обвинуть его во всех грехах, они ведь старательно скрывают то, что республиканцы, включая и Трамп, его ближайших соратников и сторонников, они ведь выступили против штурма Капитолия. Ведь осудили протестующих и те республиканские сенаторы и представители Конгресса, которые на основании широко распространённых обвинений в фальсификации и результатах голосования выдвинули свои возражения по поводу ухода голосования в нескольких штатах. И вот захват Капитолия он был как раз в тот момент, когда в самом разгаре были обсуждения их претензий. И эти выступления были сорваны вот этими прорвавшимися. И представители СМИ, которые тесно связаны с Трампом, они тоже осудили протестующих и призвали полицию арестовывать тех, кто причастен к насилию. А Трамп не только призвал протестующих к мирному поведению, он разместил видео с призывом уйти из Капитолия. Но вот эти самые гиганты социальных сетей, которые с таким удовольствием служили платформой и базой материально-технического обеспечения по громщикам Биолема Антифы среди Твиттера, Фейсбука и Ютуба. Они ведь немедленно заблокировали аккаунты Трампа и удалили его в обращении со своих северов, понимаете? Конечно же, штурм Капитолия в среду стал американской трагедией. Это был момент крушения американского центра. Всё, не существует больше американского центра. Разрыв между двумя политическими лагерями стал, видимо, по крайней мере, на мой взгляд, понимать, что этот насильственный протест в среду стал гораздо более серьёзной трагедией для президента Трампа лично и для тех 74 миллионов, проголосовавших за него американцев, чем для их оппонентов демократов. Потому что, да, Трамп действительно призывал протестующих прекратить шторм и воздержаться от насилия. Но, как бы то ни было, те слова, которые произнёс на митинге, они в итоге были использованы и послужили Крюгером в дальнейшем событии. Трамп сказал, что Байден украл выборы, что с потерей республиканцами сената Америка летит в тартараре. И он призвал своих сторонников идти маршем к Капитолию. И совершенно ясно, как мы теперь понимаем, полиции вокруг здания Капитолия не оказалось, потому что никто не ожидал от сторонников Трампа агрессии. И совершенно понятно, что и Трамп сам не предполагал, что произойдёт дальше. Но теперь уже ничего не важно, всё это не важно, потому что теперь нам не дадут запомнить его как президента, который снижал налоги и восстанавливал экономику США и формировал мир впервые за десятилетия на Ближнем Востоке. Нас вымедлят помнить его как того, кто направлял своих сторонников Капитолию в Трампу и Бурт. И хуже того, теперь оказалась подорванной как бы сама легитимность принципиального сопротивления всей той политики, которую демократы развернут уже в конце этого месяца, сразу после того, как возьмут под свой полный контроль правительства США. Поддержка демократами Black Lives Matter, BLM, это ключ к пониманию того, что ожидает нас в ближайшие недели, месяцы и годы. Потому что BLM не является нормативным движением с гражданскими правами. Совсем нет. Это жестокое и жёсткое революционное движение. И оно требует распуска полицейских сил в городах по всей стране, не в контексте конкретных жалоб. Как ясно сказано в их уставе, это требование коренится в неприятии движением самого морального права Америки на полицию. На самом деле, самого права Америки на существование. В Израиле действительно обсуждения BLM в основном сводятся и сосредоточены на его официальной поддержке антисемитизма. Устав BLM отвергает право Израиля на существование. Вот так просто. Этот BLM, если вы не знали, Black Lives Matter отрицает право Израиля на существование как еврейского государства. Не даром акции группировки в таких городах, как Лос-Анджелес или Кеноша, они были специально населены на синагоги и на еврейские бизнесы, на еврейский малый бизнес. Но в реальности, на самом деле, если мы видим картину целиком, BLM — это прежде всего антиамериканская, а не антисемитская организация. В её уставе Соединённые Штаты описаны как преступное государство, рождённое не в результате демократической революции, которая принесла благую весть о свободе людям и всему миру. По мнению BLM и её сторонников, США родились в грехе рабства. И теперь, 400 лет спустя, Америка, с их точки зрения, по сути своей, является расистским обществом. А потому единственным способом для США очиститься всей этой злой природы является революционное расистское, расистское, слово «расизм», марксистское перераспределение богатств, возможностей и положений в американском обществе. Мы об этом ещё поговорим. И сегодняшняя демократическая партия стремится в полной мере воплотить эту антиамериканскую доктрину BLM в политику. И работа эта уже идёт. Недаром контролируемая демократами Палата представителей уже утвердила новое правило, запрещающее использовать термины, связанные с полом. Отец, мать, брат, сестра, дядя, тётя. Теперь эти слова запрещены. Их следует заменить гендерно-нейтральными терминами, такими как «родитель», «брат или сестра», на английском это одно слово, и «брат или сестра родителя» тоже. По-русски даже так и не скажешь. Абсурдное, тираническое и бесчеловечное на первый взгляд новое правило, оно ведь не взяло с потолка, оно продвигает доктринальную цель BLM — уничтожить нуклеарную семью. Вот откуда всё это идёт. Вскоре после того, как подсчёт голосов Джорджии показал, что демократы получили контроль и над Верхней Палатой тоже, сенаторша-демократ дело о том, что демократы намерены, цитирую, заняться устранением филибастера, то есть вот этого самого знаменитого сенатского правила, которое требует сверхмажоритарного большинства для принятия законов. Что такое филибастер? Филибастер блокирует радикальные сдвиги в политике, требует партии большинства убедить хотя бы некоторых членов партии меньшинства поддержать их законопроекты, прежде чем они станут законом. Ну да, чтобы как бы если у тебя же есть большинство, чтобы ты не принял закон, например запрещающий противоположную партию, отказ от филибастера это необходимые условия у демократов сейчас для принятия демократами таких радикальных мер, которые полностью изменят лицо Америки. Вот что они сейчас собираются сделать. Например, они собираются, намерены, эти шаги будут включать превращение Пуэрто-Рико и Вашингтона, города Вашингтона в отдельные штаты, потому что добавив четырех новых сенаторов от этих территорий, демократов, разумеется, демократы фактически обеспечат себе постоянный контроль над Сенатом на неопределенный срок, а не только на ближайшие два года. Демократы также намерены увеличить количество судей Верховного Суда с 9 до 15. Это им позволит сейчас загнать туда суд прогрессистских юристов, который гарантирует прогрессистское большинство, по крайней мере, на все следующее поколение. Но демократы, между прочим, намерены национализировать здравоохранение в США, да, оно у вас недостаточно ужасное, чтобы сделать его еще более страшным. И, конечно, они намерены принять так называемый новый зеленый курс «Пакет законов, касающихся энергетики и загрязнения окружающей среды», который задуман активистами самых радикальных и маргинальных слоев партии. Этот пакет обойдется налогоплательщикам США в сумму, превышающую 10 триллионов долларов. И по ходу дела напрочь разрушит американскую промышленность по добыче ископаемого топлива. Все это, то, что они могут сделать, если они сумеют как бы уничтожить это правило Филибастрии, если они сумеют добиться того, что простым большинством они могут принимать столь радикальные решения. На этой неделе демократы в палаты представителей уже утвердили правило, которое позволит выделять простым большинством вот так вот, без Филибастрии, огромные суммы, не покрываемые казначейством США на программы по охране окружающей среды и здоровья. Ну, вы понимаете, что это будет, конечно, просто распиливание денег и выкачивание денег из налогоплательщиков. И вот еще один момент по поводу здравоохранения. Вот сейчас как бы все в мире с восхищением смотрят на Израиль, где поликлиники и больницы Израиля с головокружительной скоростью просто не прекращают буквально ни на минуту. Даже в субботу проводят массовую вакцинацию жителей страны против коронавируса, а усилия Америки в вакцинации практически не продвигаются. Да, и многие люди в социальных сетях спрашивают, а почему, а что, может быть, Америке не дали эту вакцину, ведь мы ее изобрели, американцы говорят, где же она, почему? А я вам объясню, почему. Потому что лишь 30% доступной вакцины, доступной в Америке, дошло до американцев. А знаете почему? Я вам сейчас объясню. Одна из причин задержек это страх. Страх медицинских работников. Медицинские работники опасаются, что они будут подвергнуты гражданским искам и уголовному преследованию за вакцинацию не тех людей. Понимаете? Не тех людей. В начале прошлого месяца Центр по контролю и профилактике заболеваний в Вашингтоне, так называемая CDC, выпустил руководство по обеспечению вакциной. Кому? В первую очередь. И вот руководство CDC отдает предпочтение кому? Чернокожим и другим расовым меньшинствам в компаниях по вакцинации, чтобы, цитирую, способствовать справедливости и смягчить неравенство в отношении здоровья. То есть вы поняли сначала не аграр, а потом уже всех остальных. И штат Нью-Йорк, и город Нью-Йорк приняли политику вакцинации в соответствии с указаниями CDC. А как же иначе? Да, у нас же там марксисты. А сеть поликлиник в Бруклине, ну, Бруклин, вы понимаете, да, кто там, обвиняется теперь в мошенничестве, в мошенничестве за предоставление вакцины людям, не включенным в официальные инструкции. То есть вы евреев вакцинировали, ну, так и не негров, так вы сейчас получите за это. И вот губернатор Нью-Йорка Эндрю Кома заявил на этой неделе, что у клиник, не соблюдающих политику штата в отношении вакцинации на расовой основе, будут отозваны лицензии на деятельность. И на них будет еще наложен штраф разве миллиона долларов. То есть просто уничтожат эти клиники. Уничтожат. За то, что они прививали людей, например, больных, например, очень пожилых, например, тех, которые в группе риска. Нет, к черту всех. Сначала всех негр. Трамп, когда он вырвался на политическую арену пять с половиной лет назад, он почти сразу стал доминировать на республиканской сцене тоже. И десятки миллионов американцев, которые чувствовали, что Вашингтон просто забыл о них и сдался этим комиссарам политической корректности, которые вот так вот готовы переначать и исковеркать вообще все на свете. И вот эти американцы десятки миллионов увидели в энергичном магнате недвижимости свой рупор. И вот тогда на первых республиканских первичных дебатах в июне 2015 года Трамп сказал, это огромная проблема, с которой столкнулась наша страна. Это политкорректность. Я противостою такой мощи, такой силе, говорю он, что у меня, честно говоря, просто нет времени быть таким уж политкорректным. И, честно говоря, продолжал Трамп, у этой страны тоже нет на этого времени. И вот сейчас занавес президентства Трампа опускается, и Америка вступает в эру тотальной политической корректности, какой она еще никогда не видела, поскольку партия, полностью контролирующая правительство США на всех трех уровнях, уже начала работу над упущением в жизнь революционных догматов и доктрин, тех самых головорезов, которые подожгли американские города в прошлом лете. И всему этому станет оправданием, оправданием этому как бы станет штурм Капитолия, да, боимость штурма Капитолия, из-за штурма Капитолия теперь они будут закручивать эти гайки и вводить Орловскую буквально диктатуру 1984-го по программе ИЛИ. И все это, конечно, бешено напоминает сожженный Рейхстар. Те, кто знают хоть немножко истории, понимают о чем. Ну, а в более поздней истории, уже в нашей, в нашей, так сказать, израильской истории, мне лично это напоминает ситуацию после убийства Рабина в Израиле. Действительно, тогда, в 95-м году, после того, как Рабина убили, правые были испуганы, потому что никто не понимал, что произошло, но все понимали, как бы, что это ужасно убить премьер-министра. И левые просто вошли в какой-то раж. Они требовали тогда вот сразу всего. То есть, понятно, что был сразу же обвинен Натаньяу как лидер правого лагеря. Именно он был. Буквально, как бы, говорили о нем как о человеке, который вложил, если не стрелял сам, то, по крайней мере, вложил пистолет в руку того, кто стрелял в Рабина. И сразу же начались такие репрессии, уже готовились списки. И вот это все. Я тогда был, ну, как бы, мы жили в Израиле, и я был очень, как-то еще не настолько близок в политике, я много чего не понимал, но было такое странное ощущение, вот как каждый день сгущались тучи. И я думал, что вот, наверное, так ощущали себя те русские, которые не успели уехать после революции, как бы им казалось, что как-то все это рассослется, а потом уже стало поздно. И вот деваться некуда, ты видишь, как надвигается этот страшный тоталитарный кошмар на тебя. И людей начинали просто арестовывать в очереди за шутки политические. Радикальная партия Мерес, которая тогда входила в правительство израильское, они призвали просто закрыть все религиозные заведения религиозных сионистов, все ешивы религиозных сионистов, просто закрыть, запретить. И, конечно же, трансфер всем поселенцам. Но надо отдать должное Шимону Пересу, который был тогда премьером, как бы он стал премьер-министром Эстарабином, он был заместителем премьер-министра, он не решился тогда пойти на все эти радикальные меры. То есть, несмотря на то, что у левых фактически в тот момент был карт-бланч, они могли сделать все, и правые просто не снили возглавлять, потому что как же так, действительно, убили премьер-министра. Это точно так же, как у вас сейчас. Ну как же, да, они же захватили Капитолий, да, это же были сторонники Трампа, мы знаем, что это не сторонники Трампа, и мы знаем, что до штурма Капитолия было еще много чего, но неважно, вот такое ощущение создается штурм Капитолии, это оправдывает любые, любые меры против Трампа, против его сторонников, против сенаторов, которые возражали и говорили, что выборы сфальсифицированы, все, раздавить, так сказать, как с змеями, как с рептилиями поступить. Но Перес тогда не решился, и вот этот момент был упущен, я не знаю, было ли это как бы его какой-то мудростью все-таки пониманием того, что это приведет к гибели страны, или он просто не решился, потому что испугался. Ну а потом начался арабский террор в шкваде, и через полгода состоялись выборы, на которых Перес проиграл Натаниел. И вот нас тогда пронесло, и вот в тот момент действительно как бы я чувствовал уже этот холодок, когда я понимал, что все инакомыслие будет наказываться, не сегодня, а завтра как бы начнутся аресты, как мне рассказывал мой дедушка, 37-й год, и все это, вот она уже здесь, и делаться некуда, и пронесло. И, конечно, я очень надеюсь, что и в Америке это все тоже как-то пройдет, как-то все пронесет. И, в общем, надо продержаться два года до выборов в Конгресс, и надеяться, что все-таки им не удастся отменить филибастеры, им не удастся настолько изменить конституцию, основы американские, чтобы сделать необратимыми эти страшные изменения марксистские. И остается только надеяться и верить, что, в общем, Америка не пропадет, устаёт, выйдет с честью языковое испытание. Ну и мы будем в Израиле, конечно, молиться за вас и надеяться, что, в общем, устаём вместе. Итак, уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся к встрече с Александром Непомнящим. Номер телефона в студии 847-400-5200. Александр, у нас есть звонок, если вы позволите. Да, она тебе отвечает, да. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, господа. С Новым годом, наступившим. Спасибо, Возаимно. Пожалуйста, спасибо большое вам. еще раз, Александр, я просто потрясающе вашим анализом. Вы разбираетесь в американской политике больше, чем очень многие из наших, из нашего, из нашего племени и американцев. Препотрясающий анализ. Вы знаете, то, что мы в протяжении немногих лет, когда мы с вами говорим и сравниваем ситуацию в нашей стране, ситуация в основном настолько идентична, когда ненависть застилает все остальное. Как вы считаете, то, что произошло вчера в Соединенных Штатах Америки, возможно, такой вариант в любом вашей стране. Но вы сейчас рассказали про Преса, вы знаете, он был левый человек, он отец атомной бобы Израиля и так далее. Вы сказали волшебное слово. Они любили свое государство. По-своему, но они любили. Те, кто стоят у нас от левых от демократической партии, их не... Они ненавидят Америку. Они считают, что Америка это зло, это рабство, это все и все остальное. Это даже невозможно их сопоставить. Но вы предполагаете примерно такой вариант, как у нас, что был у вас? Я думаю, что нет. И к этому напрашивается один вопрос постоянно. Почему люди настолько ненавидят которого вас, ненавидят Нетаньяху, хотя он был прекрасный в политике, столько сделал для государства, за что они поражали, что он слишком долго, что он разрушает Ликуте и так далее. Вы тоже такое мнение, что Нетаньяху, который самый лучший премьер-министр в истории государства Израиля и так далее, и так далее. Все это настолько в кругу это вот. Аллах, спасибо большое, но мы должны прервать вашу речь. Давайте послушаем Александра. Прошу вас, Саша. На самом деле было очень интересно. Спасибо большое за ваши слова и очень интересные наблюдения. На самом деле вы знаете, вот вы спрашиваете, может ли такое быть в Израиле? Мы в этом живем. Я как бы 30 лет живу в Израиле. Из них начиная где-то с 93-94 года мы живем в этом. Если что-то изменилось в Израиле, то действительно только в последние 10 лет, когда Натаньяу свой второй срок, вот он начал и он действительно как бы очень интересно когда-нибудь, может быть, мы поговорим о сравнении Трампа политика и политика Натаньяу. в чем-то в чем-то они очень похожи, в чем-то они очень разные. Так вот Натаньяу, он как бы заранее знает, что именно так все и будет. Он понимает, что, например, если он начнет докапываться и доказывать, что выборы в Израиле подтасовывают, то он ничего не добьется, просто из него сделают посмешище, от него откажутся ближайшие как бы сподвижники и самые горячие головы в итоге спровоцируют с нашей стороны или какие-то провокаторы, пришедшие с противоположной стороны, спровоцируют ситуацию, когда весь правый лагерь в Израиле будет обвинен, растоптан и уничтожен, так как это было после убийства Рабина. И точно так же происходит на самом деле в отношении Израиля на внешней политической линии. Наши враги только и ждут, чтобы была какая-то провокация или даже какое-то действие вполне легитимное израильское, которое можно раздуть как провокацию, чтобы брушить всю мощь мировой общественности с военными силами против Израиля. И Натаньял раз за разом умудряется не допустить этой ситуации, не довести до нее. Поэтому, когда у нас будут сейчас скоро выборы, последние два года у нас каждые полгода выборы, у нас четвертые выборы за два года. Так вот, на первых выборах в этой сессии левые совершенно в наглую подтасовали результаты так, что несколько правых партий вообще не прошло, а у арабов внезапно возникли мандаты, и мы видели, как это все было приписано, может быть, не с такой наглостью и лицемерием, как у ваших штатов, но тоже очень похоже. И многие говорили тогда, ну почему Натаньял как бы не поднимет все, почему не поднимет? Он прекрасно понимал, что он не сможет, точно так же, как президент Трамп не смог, потому что он не сможет противостоять всей этой совокупной мощи глубинного государства дип-стейта, и средств массовой информации, и социальных сетей, и там рука руку потому что мы же недавно вот как бы читаем, что и Гугл, и как бы и вовсе, так сказать, сателлиты, и Фейсбук со всеми своими сателлитами, они, у них очень хорошее законодательство налогового обложения, и они там увели 27 миллиардов от налогов, провели через Ирландию, еще там еще через какую-то страну, через Бермуды, здесь они как-то обошли, речь идет об огромных деньгах, если они не будут поддерживать нужных людей в политике, демократов, то им просто эти самые лазейки, финансовые, перекроют и полностью и вспомнят, что они монополисты, и разнесут их на куски, как в свое время разнесли Микрософт. Поэтому эти технологические диганты становятся на защиту крупного капитала, того, который сейчас у демократической партии. В каком-то смысле демократическая партия, особенно с этим последним поджогом Рейхстага, она очень похожа становится на ту партию, которая в 30-х годах в Германии использовала поджог Рейхстага, чтобы захватить власть и начать бешеные репрессии. Сначала против своих оппонентов, потом уже против евреев. Так вот, вы спрашиваете, может ли это быть в Израиле? Да, может быть. Но пока у нас есть Натаниял, он очень мудрый человек. И он заранее знает, где он не сможет провести нашу страну по минному полю. Он туда не пойдет. Даже если все вокруг будут кричать, что почему же ты не защищаешь справедливость, почему ты не говоришь, что выборы подтасованы. И он изначально знает, что на израильских выборах два-три мандата у правых отберут, просто украдут тупо и перебросят левым. Поэтому побеждать нужно так, чтобы был запас. И вот как в свое время евреи в Советском Союзе знали, что нужно быть не просто отличником, нужно быть супер-отличником. Только тогда у тебя есть шансы пройти куда-то там, подняться, поступить в университет, получить ту работу, которую ты хочешь. Вот так и здесь, в Израиле. И вот тот урок, который мы извлекаем из того, что произошло сейчас в Америке, американским правым, американским республиканцам, по сути дела, тем американцам, которые любят свою страну, им нужно учиться быть как евреем в Советском Союзе и как правым в Израиле. Лучше настолько, чтобы даже со всеми фальсификациями ваши враги вас не могли загнать в эту ловушку, в которую они сейчас загнают к США. Да, интересно, конечно. Александр, ну раз мы уже заговорили и начали сравнивать ситуацию в Израиле и в Америке, расскажите нам, пожалуйста, все-таки, что же происходит у вас в стране, что там в Израиле происходит. На самом деле, тоже все нерадостные новости, на самом деле, я вам скажу. У нас получилось так, что две недели подряд у нас были праздники, поэтому мы три недели не встречались. За эти три недели у нас произошло масса событий, о которых мы не успели поговорить в наших передачах. Во-первых, Израиль пошел на выборы. Выборы в Израиле четвертые за два года будут в марте. Во-вторых, один из высокопоставленных лидеров Ликуда, Гидеон Сар, вышел из Ликуда, создал свою собственную партию и к нему перескочил Зев Элькин, человек, который многие считали буквально близким человеком к Натанияу, человек, который вел переговоры от имени Ликуда, коллекционный, вообще находился в глубине Ликуда. И вот теперь Элькин, Сар и еще несколько депутатов от Ликуда рангом поменьше ушли из Ликуда, создали свою собственную партию и уже заявили, что они ни в каком случае не войдут в правительство Натанияу. Что, мол, как бы лучше с левыми, чем с Натанияу. При этом, конечно, они продолжают изверждать, что они люди правых взглядов и что, мол, просто Натанияу такой ужасный и страшный, что вот они, пришло время его сбросить. Александр, я прошу прощения, у нас есть телефонный звонок, давайте попробуем принять. Это важно понять про Сара, давайте ответим на звонок и потом вернемся. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, спасибо, что приняли мой звонок. Я хочу спросить Александра, вот мы беседовали с молодым, ну не молодым, но 50-летний, для меня молодой, человеком, который говорит, а, я уеду в Израиль, я говорю, да там, я говорю, я давно хотела, он ему ужасов уговаривал вообще, давно переехать, ну не важно. Я говорю, но там же тоже леваков полно, ну и что, там последний раз левая партия была, там он мне, по-моему, сказал 20 лет назад, вот скажите, он прав, вот, что так вот прямо, да, там, он считает, что все остальные там правы, я говорю, там все называются правыми, а, или середняками, серединка, а на самом деле, это леваки, и бело-голубые, и Сара, в общем, и так далее. Как вы считаете, Александр, могут у вас прийти к леву и быстро, если на Таньягу переизберутся? Спасибо. Вы понимаете, именно так оно и есть, то есть ваш вопрос буквально вот вписывается в тот разговор, который я сейчас веду, действительно, сейчас в Израиле ситуация такая, формально левых почти не осталось, но по сути дела Натаньяу противостоит огромному, мощному левому лагерю. И сейчас, благодаря предательству Сара Элькина, действительно, у левых есть колоссальные шансы сбросить Натаньяу и прийти, это будет псевдоправое правительство, на самом деле, оно не будет правым, потому что люди, которые там даже как бы выступают с правых позиций, это ставленники дип-стейта, глубинного государства и лоббисты чужих интересов таких, как бы, то есть это не люди, которые выступают за Израиль, не те люди, которые выступают за Израиль с правых позиций, поскольку этот лагерь, он чётко за Натаньяу. Относительно, как бы, общего вашего вопроса, как бы, спасётесь ли вы в Израиле? И да, и нет, потому что, безусловно, я полагаю, что, по крайней мере, пока израильцы умеют удерживать Натаньяу премьер-министром, Натаньяу амортизирует и снизит как бы, те потрясения, которые грядут сейчас. Я боюсь, что в Америке некому будет амортизировать эти потрясения, и вас ждут совершенно невообразимые ситуации и коллизии, но мы понимаем, что весь мир связан, и поэтому, конечно, если в Америке произойдут необратимые какие-то сокрушительные последствия, то это всё распространится по всему миру, и спастись будет нельзя ни в Израиле, ни в Канаде, ни в Новой Зеландии. Но, возвращаясь конкретно, как бы, уходя из чёрных пророчеств и говоря о нашей ситуации, понимаете, действительно, СМИ в Израиле сейчас говорят, о да, левый лагерь полностью уничтожен, и, как бы, конкуренция происходит между правыми партиями, это абсолютно не так, потому что, по сути дела, единственной правой партией сегодня в Израиле является Ликуд, партия Натаниалу. Те, кто ему противостоят, продвигают левую гипстейтовскую адженду, адженду, повестку дня тех самых демократов, которые вот сейчас сумели уничтожить Трампа. И в значительной мере то, что мы сейчас, как бы, в Израиле говорим, о, у нас тут одни правые сплошные вокруг. И те партии, которые конкурируют с Натаниалу, они не сумели на левой повестке дня победить его. И они пошли как бы с центрийской повесткой дня, это были вот белоголубые, и вот лапид, а теперь они уже просто создали как бы правую повестку, якобы правую повестку дня, но на самом деле это все те же самые люди, которые противостоят реальной, настоящей правой повестке дня с ее основными постулатами суверенизации, распространением израильского права людей и самарии, с либерализацией экономики и с реформой судов, юридическая реформа, которая вернет властные полномочия парламенту нашему Кнессету и отберет у судейской мафии, судейской клики те полномочия, которые они прибрали к рукам как бы в обход законов. То есть, конечно же, в демократии есть разделение властей, есть система сдержек и противовесов, но то, что произошло в Израиле где-то в 90-е годы прошлого века, это то, что при слабом Кнессете, недальновидном Кнессете, и слабом правительстве левом, левая клика, радикально левая клика судейская подняла под себя полномочия, которые им не принадлежат. И они стали решать, какие законы можно принимать, какие нельзя, какие законы они принимают, а какие нет. Хотя это абсолютно приоритива, конечно же, народных избранников, то есть депутатов Кнесс, парламента. И вот эта судейская реформа, судебная реформа, которая назрела, когда сегодня у нас юридический советник правительства, по сути дела, говорит премьер-министру, что можно, а что нельзя. И он неизбираемое лицо, он чиновник государства. То есть глубинное государство диктует свои интересы и плюет на выбор народа. Так вот, единственный человек, который сегодня противостоит, этому это Натаньял. Все остальные выступают со стороны как бы вот этого глубинного государства, в том числе и САР. Поэтому пусть никого не сбивает с толку то, что САР и Элькин твердят на всех углах, что они правы. Никакие они не правы. Они действуют в интересах дипстейта, и они лоббисты чужих интересов, и противостоя, как бы объявляя о том, что они против Натаньял, они сами переносят себя в тот вот этот лагерь левый, который сегодня предкидывается правым. Но то, что вообще как бы в Израиле левый лагерь как реальная альтернатива уничтожен, то есть вот как бы идеология левого лагеря в Израиле перестала существовать, это действительно заслуга Натаньяла. Потому что именно его политика в протяжении последних 10 лет очень мудрая, очень осторожная. Он нигде не дал себя поймать. Вот так как Трампа ловили постоянно, то Трамп был как носорог такой, он несся, и мы думали, что он своей мощью просто переборит, не переборит, они ему устроили ловушку, и как эти самые, как древние люди мамонта в этой ловушке изобилито. И предатели, конечно, которые внутри партии. Так вот Натаньял, он не мамонт, он изначально знает, что он не мамонт и не носорог. И он очень аккуратно обходит все эти ловушки, и он идет, 10 лет подряд он продолжает вести страну. И его политика уничтожила идею, идеологию левого лагеря. Он как бы стерл ее вообще из национальной поездки дня. Его политика уничтожила идею о том, что мы должны отдать все палестинским арабам, как в первую очередь. Она уничтожена этой политикой. Его политика убедила арабов окрестных в том, что для них лучше дружить с Израилем, а не с палестинскими арабами. Они оставили вот этот план Трампа, все это. Это ведь была работа, муравьиная работа, шаг за шагом, маленькая-маленькая, очень кропотливая, которую проводил Натаньял. Александр, я прошу прощения, у нас все линии горят. Давайте попробуем немножко. Добрый день. Перезвоните, пожалуйста. Горели-горели, и вот такая ситуация. Ну, ладно, я вам дам знать, как только появятся звонки. Спасибо. Вот появился звонок, давайте сразу его и примем. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. У меня к Александру такой вопрос. В свое время в Советском Союзе был такой анекдот. Ну, я не буду рассказывать, я просто хочу сказать. Там было такие слова три еврея торговая точка, а три русских партия Чейка. Так я хочу сказать, а у них, по-видимому, то же самое, три русских, а три еврея создали свою партию. Как он к этому относится, и как это может сказаться на всей политике Израиля. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Я не очень понимаю, честно говоря, связь анекдота с ситуацией, какие три еврея, какую партию, но возможно, вы имеете в виду, что вот сейчас Сар Элькин, там еще группа товарищей вышедшая из Лейкуда, создала свою собственную партию. Да, это именно попытка дип-стейта, глубинного государства, чиновников, которые не хотят отдавать власть народу, это их попытка как-то свалить Натаньяу. Через левую альтернативу не смогли, через центрийскую альтернативу не смогли. Теперь они делают как бы правую, потому что Натаньяу изменил политическую полезку дня в Израиле таким образом, что как бы все сейчас стали правыми, все притворяются правыми, и вот они берут нескольких продажных политиков, Элькина, Сара, там еще компания, и говорят, о, это правая партия, такая, это улучшенный Лейкут, это лучше, чем Лейкут, потому что там нет Натаньяу. И вот вокруг него собираются силы, и да, действительно, по всем опросам сейчас в Израиле, это банда Сара-Элькина, плюс все как бы условные центристы, без радикальных левых, плюс Беннет, они получают большинство, они могут сформировать правительство. И вопрос в том, как поведет себя Беннет. Настали Беннет, вы знаете, это политик, возглавляющий как бы партию, которая изначально была справа от Лейкута. Сегодня эта партия уже непонятно где, и Беннет, у него такие амбиции, он хочет быть как Натаньяу. Это вот, знаете, как бывает, приходит мама домой и видит свою там дочку двухлетнюю, которая залезла в ее туфли, намазала себе лицо помадой мамины, взяла мамину сумку, волочит ее по земле и идет такая гордая. И вот так вот Беннет выглядит, когда он говорит, я бы лучше, чем Натаньяу, я могу как Натаньяу. На самом деле, он молодой человек, он может быть даже неплохой политик, но противостоять вот так вот, как это делает Натаньяу, не может сегодня в Израиле никто. И Беннет в своей как бы амбициозности, в своей недальновидности, на мой взгляд, он действительно может совершить страшнейшее преступление, страшнейшую глупость и пойти за компанию со всей этой левой бандой, условно называющей себя правой, чтобы скинуть Натаньяу и быть там вот этой самой пятой ногой у собаки, да, или пятым колесом в телеге. И, конечно же, он свою политику правую там не сможет проводить, потому что дип-стейту не нужна правая политика. Дип-стейту не нужна суверенизация в Удиве и Самарии, им нужна, конечно же, не дай бог, судейская реформа, и не нужны экономические реформы, которые выведут, так сказать, уничтожат монополии крупных бизнесов, израильских, больших, тяжелых, которые задавливают мелкий и средний бизнес. Это все не нужно. Это все делает Натаньяу, когда борется с регуляциями, когда либерализует израильскую экономику, когда шаг за шагом подводит ситуацию к тому, что в обществе уже действительно теперь все понимают эти проблемы с судьями и юридической кликой, и проблемы того, что можно делать мир с арабами без того, что мы уступаем нашим врагам-террористам все и вся. Это все сделал Натаньяу, он полностью изменил конъюнктуру, политическую в стране. И за это его ненавидят левые. А за то, что он пытается отдать власть народу и забрать ее у дип-стейта, его ненавидят дип-стейт. И вот у нас в марте выборы, сумеет ли Натаньяу победить, пока очень сложно сказать и пока надеждой, можно только одно чудо. А сейчас Натаньяу сказал нам, что он сумеет, он достал вакцину для Израиля на всю страну, он достал вакцину так, чтобы марту все население, оставше 16 лет, Израиль будет вакцинировать. И действительно, если он сумеет это сделать, то у него будут очень хорошие шансы победить в этот раз на выборы в очередной раз и снова создать правое правительство. Но я очень боюсь, что произойдет 20 января. 20 января демократы, пришедшие в власть, немедленно остановят поставки, уже купленные, уже оплаченные Израилем этой самой вакциной, хотя она поступает из Швейцарии, но кто знает, какие мощные связи и рычаги они запустят против нас. И помешать Натаньяу, и, конечно, из соображений, антисемитизма и расовой теории, очень может быть, что этот план они постараются сформировать. Но мы с вами будем каждую неделю встречаться и отслеживать эти события в реальном времени. Саш, короткий вопрос, короткий ответ, можно? Давайте. Добрый день, вы в эфире, коротко. Здравствуйте. Здравствуйте. Большое-большое спасибо господину непомнящему за сегодняшнюю передачу. Большое спасибо. Второй вопрос. Где можно и как достать печатный вариант этой передачи? Можно ли это? Допустимо ли это? Окей, очень короткий вопрос. Печатных вариантов наших статей, как правило, наших передач не существует. Есть подкасты, которые можно скачать в интернете. Но сегодняшняя моя первая часть, по крайней мере, она построена по статье замечательной геналистики Кэролин Глик. То есть, очень много моментов из того, что я рассказал, есть в этой статье, и ее перевод на русский язык будет опубликован в ближайшее время. Ищите мои переводы Кэролин Глик, и там вы найдете очень много из того, о чем мы говорим с вами, Аферик Ильич. Спасибо большое за ответ. Алло, Александр. Да, да, я с вами. Да, давайте продолжим. У нас буквально полторы минутки есть, так что прошу вас. Ну, в оставшиеся полторы минутки мне остается только, в общем, пожелать нам всем и американскому народу, и израильскому народу пережить эти страшные тяжелые дни, которые наступают, американскому народу выдержки и понимание того, что сейчас, в общем, привычный порядок вещей, как бы, он может, он имеет очень большие шансы полностью перевернуться. Ребята, будьте готовы к самым ужасным неожиданностям и просто будьте мужественны, держитесь и верьте в то, что все-таки американский народ великий народ, и он сумеет устоять и удержать свою демократию. Ну, а израильтянам я хочу, конечно, пожелать здравомышления и здравомыслия, чтобы его хватило на то, чтобы сейчас в этой ситуации, когда надвигается страшная буря, гораздо страшнее, чем та, что была при Обаме, чтобы хватило еврейскому народу ума сохранить премьер-министра Натаньяу единственного на сегодняшний момент еврейского лидера, который способен минимизировать ущерб, который на нас накатывается сейчас в этой страшной волне. Спасибо большое, Александр. Ну, а я в свою очередь хочу пожелать всем и американцам, и израильтянам просто здоровье, терпение, мужество и, как вы сказали, мудрости. И я думаю, что все-таки как-нибудь оно все равно перетрется и будем живы, не помрем. Спасибо огромное, Александр. Амен — это древнее еврейское слово, которое означает «верую я». Амен и никакой не «авумен». Так скажем, амен. Мы действительно будем с нами, и Бог поможет нашим народу. Дай Бог. Будьте здоровы, Александр. Всего хорошего. Спасибо огромное.